Как сказал один великий писатель, только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. Но ни то, ни другое нам с Мурадом, очевидно, не грозит. Итак, встречай нас в новой странах. Я посмотрю, это что за качество? Человек без чувства юмора, что повозка без рессор. У тебя горизонтовая. У тебя горизонтовая. Мы с древтой. Мы с древтой. Красота требует жертв. Она нас узнала, она сказала follow me. Привет, Камоди! Мы только прилетели. Нет, интересно же, нам сразу же захотелось покушать. И хочу посоветовать очень крутое место. Оно называется 55 Kitchen Bar. Очень круто, очень вкусно. Kings Road. Это такая улочка выстроенная. Вот она находится за мной. Если не отвлекаться на Мурады. Тут куча лавочек, где люди делают руками что-то. Вот этот вот нижний. На нем написано любовь на Химерском. А сделан он из переработанных пуль. Все замечательные люди встали в 4 утра и решили купить билеты в Анкар-Ват. Ближайший город к храму Анкар-Ват Симрит. От него до Анкар-Ват и 20 минут езды. Однако ночью, да еще и на моторикше, этот недолгий путь кажется настоящим приключением. Местный, можно сказать, паспортный контроль. Пробили билет и теперь мы молодец. Невероятное количество туристов, которые встают в 4.30 утра. Приезжают сюда в то время, когда темно. И в ожидании в толпе, в толпучке ждут, когда за Анкар-Ватом встанет солнце. Возь, ну пожалуйста. Сейчас уже спотканим. Вот так вот, в семье не без сумасшедшей жены, конечно, но что поделаешь. Здесь вот куча различных кафешек, которые предлагают вам все услуги. От еды до одежды, до картин. Но на самом деле очень интересно здесь, после раннего посещения Анкара, сесть и позавтракать. Что тут, собственно говоря, и делают куча туристов, которые здесь находятся. Есть секретное место. Это обратная сторона Анкар-Вата. Все туристы, все туристы собираются у двух прудиков с фронтальной стороны. Но, если вы его обойдете, вы попадете сюда. И тут не так много туристов, но вид не менее потрясающий. Только вдумайтесь, площадь Анкар-Вата почти в три с половиной раза больше, чем Ватикан. Это не просто святилище или храмовый комплекс, а настоящий город. Не зря же его название цехмерского так и переводится – город-храм. Местные жители считают себя потомками нагов, мифических, змееподобных существ. А потому весь комплекс буквально наполнен их изображениями. Многие называют это место восьмым чудом света. И это не преувеличение. Сложно представить, что храм – творение человеческих рук. Безусловно, размах храма восхищает. Однако именно здесь обращаешь внимание на детали, которые по крупинкам и создают весь образ. Грязные окна, могучие стены, отверстия, через которые падает свет. В этих деталях исходится вся суть. Анкар-Ват – это место, где твои мысли и твое сердце становятся свободными. Байон – храм тысячи масок. Прежде чем ходить в храм, нужно выстроить в себе чистые помыслы и искренние намерения. Местные жители рассказали нам, что здесь можно закатывать желания для себя. Ведь храм отвечает за нашу материализацию в этом мире. Надеюсь, мое желание сбудется. Мы приехали в Банк Милея, около 40 километров от Анкар-Вата. Сейчас он выглядит, как разрушенные здания. Храмовый комплекс, возможно. Необъяснимо раскиданные камни нечеловеческими силами. Невозможно это объяснить, как разрушить. Похоже, что он разрушен землетрясением, но землетрясения здесь не было. Иначе бы и другие храмовые комплексы были так разрушены. Срезы, гигантские плиты камней необъяснимо. Я не верю, что это было построено когда-то человеком, потому что между плитами невозможно просунуть даже лезвие. И по легендам храм был разрушен в тот момент, когда человеческое сознание упало. Когда люди перестали воспринимать то, что они не могут увидеть, потрогать, почувствовать. Они перестали это видеть. Говорят, что именно здесь Киплин написал Маугли. И когда ты видишь эти камни, проросшие корнями деревьев, ты реально понимаешь, что наверняка это было написано здесь. Я изучала разные архивы. Киплин в действительности жил в Камбодже какое-то время, но нигде не подтверждено, что это было написано здесь. Но когда ты сюда приходишь, у тебя нет никаких сомнений в этом. Пожалуй, это самый посещаемый храм Камбоджи. И все потому, что именно здесь Анжелина Джоли в роли Лары Крофт разгадывала секреты древних гробниц. Сила природы безмерна. Это ты ощущаешь сразу, как только попадаешь в храм. Восторики очень древние. От них веет холодом и землем. Первое, что бросается в глаза, это исполинские корни деревьев, которые, словно причудливая гигантская паутина, покрывают буквально каждую стену, каждую бруду камней. И справа, очень кинематографичное место. Новый день, новое приключение. Мы доехали до границы с Таиландом, чтобы попасть в храм Прея Вихея. Вот наши друзья. Это много друзей у нас в этой поездке. Так, где твой позитив, я не поняла. Позитив на обеде. Храм Прея Вихея. Мы спустились прямо под ножью всех лесенок. Это храм восхождения. И по древним традициям считается, что там за спиной Мурата находились когда-то два бассейна и реки, где люди помывались, чтобы идти с чистым помыслом на самый верх храма. Мы поднялись к самому храму, где я сижу на подножье. Мы далеко, очень высоко, наверное, поднимаемся. Он полуразрушен. Нам чувствуется сила в этих коридорах. Много людей сюда приходит, чтобы ответить на свои какие-то вопросы. Прея Вихея находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Считается, что храм был построен в честь мудрого дракона, который нес в себе справедливость и который управлял временем на земле. В этом месте воплощается вся сила и мощь камбоджийского духа. И характер этой страны страстный, таинственный, трепетный. Камбоджа, мы обязательно вернемся сюда и не раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok